Пришли получать вакцину от клипа, вот так что зарегистрировались, теперь ждем когда нас позовут. Тут мы оставили свою информацию контактную, а также ответили на короткий опрос, типа есть ли у нас аллергии, реакции, болезни и так далее. Субтитры создавал DimaTorzok Чуть не уронила телефон, горе-блогер. Догоняю коллег, недо меня оглядываются, типа идешь там, что, иду-иду, пытаясь контент по пути снимать. И утром не успела макияж нанести, поэтому сейчас буду это делать. Начинаю с праймера. Кстати, хороший могу рекомендовать, и недорогой. Я прям не ожидала, что он будет настолько хорошо подготавливать кожу к макияжу. Там кто-то зашел и, кажется, хочет зайти в туалет, а я тут за ним ваш. Потому что здесь самое лучшее освещение в других туалетах. Так, теней для веков у меня, к сожалению, не оказалось. Я вообще забыла о них. Поэтому воспользуюсь тенями для бровей. Более светлым оттенком вот этим вот. Смотрите, это вот гель, на него все окрошки налетели. Я им не пользуюсь, по идее. Не очень эстетично, как-то не по-бьюти-блогерски, согласитесь. Но ведь я и не бьюти-блогер. Конечно, они, вероятнее всего, скатаются у меня на веках через несколько часов. Но мне не нужно с ними ходить целый день. Главное, чтобы они вот вечер этот продержались. И все. Тушь Smashbox Super Fun Fanned Out Mascara. Что могу сказать по поводу этой туши? Из плюсов то, что она термо. Как называется термо-тушно? То есть ее можно просто теплой водой смыть. Это прекрасно, если вы не хотите глаза слишком тереть, чтобы снять макияж. Но из минусов она со временем отпечатывается. По крайней мере у меня на нижнем веке. Что не есть хорошо. И щетка для моих не самых больших глаз. Вот прям великовата. Поэтому, когда допользуюсь ее, такой уже, скорее всего, не буду покупать. Буду искать какие-нибудь другие термо-туши. Более стойкие и с кисточкой поменьше. Если вы, кстати, знаете такую, пожалуйста, напишите. Потому что во всем этом обилии товаров нелегко найти то, что действительно подошло бы. Поправим чуть-чуть в волосы, а то как-то совсем уж они взгрустнули. Нанесу единичку. Немножко припутаю, чтобы не совсем так сиять. И не ослеплять коллег своей прекрасной кожи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В общем, во время мероприятия у нас был квиз по теме Рождества. Музыки, фильмов, каких-то традиций, связанных именно с Рождеством. И один из интересных вопросов был про рождественскую историю Чарльза Диккенса. А именно нужно было дать ответ, как звали главного героя. Если вы смотрели Рождественскую историю, вы, конечно же, знаете, что его зовут Мистер Скрудж. Но помните ли вы его имя? Вот мы с коллегой, с которым мы были в одной команде, никак не могли вспомнить, как его зовут. Думали, думали. У меня на языке вертелось вот что-то Zeus, Zeus, Bezellius или что-то такое. Но никак не могла просто вспомнить. Потом нам дали правильные ответы. Оказалось, что его зовут Эббенейзер. И я думала, блин, ну как я могла не вспомнить? Я же смотрела этот фильм вот буквально на предыдущих выходных. Ну думаю, ну ладно, ничего. Но коллега моя никак не могла успокоиться. Ее очень расстраивал факт, что она не смогла вспомнить имя главного героя. Потому что она каждый год этот фильм пересматривает со своими родителями. Поэтому, когда мы вышли с корпоратива, она решила позвонить своему папе. И вот просто ниоткуда, да, задать ему этот вопрос. Как зовут главного героя? Папа, конечно, молодец, надо отдать ему должное. Он прям так сходу ответил. Эббенейзер, Эббенейзер, Эббенейзер. Три раза повторил, чтобы мы уяснили и запомнили. Ну теперь запомню точно. Был еще другой вопрос. Нужно было дать название фильма, в котором главный герой должен поймать плохих ребят, которые хотели организовать нехорошие вещи, скажем так. И единственное, что мне приходило в голову, это «Крепкий орешек». Хотя я фильм никогда полностью не смотрела, ни одну из этих частей. Но из-за того, что каждый год его крутили по 31 каналу, вот на Рождество, на Новый год, у меня, видимо, сложилась такая ассоциативная связь этого фильма с Новым годом. И так как у нас все равно других вариантов не было, мы решили написать этот вариант. Но загвоздочка в том, что я не знала его название на английском языке. А гуглом, транслейтом, телефоном вообще нельзя было пользоваться. И коллега говорит, ну, напиши тогда на русском. Все равно другого варианта нет. Я думаю, ну ладно, напишу. Написала печатными гуглами, чтобы, если что, потом у судьи была возможность там отсканировать гугл транслейтом и перевести. И потом, когда нам дали правильные ответы, я услышала название фильма, которое мне, естественно, ничего не дало, потому что оно было на английском. Я думаю, дай-ка я теперь прогуглю, можно же пользоваться телефоном. Прогуглила, дай-хард. Это, оказывается, действительно крепкий орешек. И я такая, вау, я молодец, что как-то додумалась-то. Да, и принесла один балл нашей команде. Хотя он, конечно, погоды нам не сделал. В итоге мы набрали около половины всех поинтов, что, конечно же, очень расстроило мою коллегу. Потому что она, видимо, любит соревноваться, любит побеждать. Но было очень весело. Мы прям очень эмоционально реагировали. Все, не только мы, другие команды тоже. Каждый раз как-то там что-то угадывали, правильные ответы давали, получали баллы. Прям все так радовались, искренне. Было очень здорово. Мне понравилось. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Меломакарно.